Сочи открыли, возможно, последнюю звезду новой волны. Организаторы хотят изменить традицию. В Сочи может появиться еще один туристический кластер «Мацеста Лэнд». Название пока рабочее. В сочинской аптеке изъята крупная партия сильнодействующих лекарств. Их продавали с нарушениями. 250 гимнасток вступили в борьбу за медали сочинской волны. Сегодня первый день открытого турнира. Анатолий Пахомов не планирует баллотироваться на третий срок. Об этом глава Сочи заявил сегодня журналистам на торжественном открытии памятной звезды и барельефа новой волны. В конкурсную комиссию в городское собрание Сочи подали документы 15 кандидатов. В этом году мэра выберут по новым правилам. Не в ходе обычных выборов, а тайным голосованием депутатов. День Х – 10 сентября. Ну и возвращаясь к новой волне. Международный конкурс завершился и по традиции оставил след на главных улицах курорта. На улице Новогинска участники открыли еще одну памятную звезду. Полюбоваться на нее и сделать такое же селфи, как и участники, может любой желающий. А около ротонды в Сочинском морском порту появился памятный барельеф. Каждый год участники лепят его самостоятельно. Но организаторы предлагают в следующем году изменить традицию и перебазироваться на Эмеретинскую набережную. Попробую приоткрыть вам эту тайну. Есть идея делать большую аллею, аллею новой волны вдоль набережной. Наверное, что-нибудь будем уже сажать. Хватит укладывать, будем сажать что-то. Я думаю, что это будет красиво и очень памятно. В этом году конкурс собрал в Сочи 13 участников из 11 стран. Помимо конкурсной, у них была запланирована и культурная программа. Все артисты побывали на знаковых объектах курорта и теперь увозят домой не только награды новой волны, но и самые яркие впечатления от города. И нам, конечно, очень важно, чтобы эти референтные люди эту информацию все время распространяли. Потому что мы туристический город, а в туристическом городе стагнация, смерти подобная. Поэтому на достигнутых результатах, а они хорошие по туризму, мы останавливаться не должны. Мы должны все время продвигаться вперед. В этом году повезло новичкам. Новую волну покорила 18-летняя представительница Албании Инни Снезери. На 12 баллов она обогнала российскую кавер-группу «До Винчи». Тройку замыкает кубинка Ильяна Санчес. Еще один российский исполнитель Буранов занял четвертое место. В Сочи может появиться еще один туристический кластер «Мацеста-Лэнд». Название пока рабочее, но оно отражает расположение объектов показа. Все они находятся в районе Мацесты. Идею объединить их одним маршрутом предложил глава Сочи. Анатолий Пахомов побывал там накануне. Глава Сочи побывал и на природных, и на исторических объектах. Например, Орлиные скалы относятся и к тем, и к другим. Туристическая тропа здесь проложена десятки лет назад. Это дерево желания. Оно исполняет желания на любовь, удачу, здоровье и богатство. В конце 90-х появилась статуя Прометея. По одной из версий, герой древнегреческих мифов был прикован, а затем освобожден именно там. Туристам все эти истории нравятся. Такое место, оно, во-первых, старинное, я так полагаю. И тут что-то, конечно, должно быть такое необычное. Наполнять объекты показа новыми деталями, делать их еще более притягательными для туристов, предлагает и мэр Сочи. Но для начала нужно решить насущную проблему. Построить удобные дороги к объектам показа, начиная с той же скалы Прометея. Я поставил задачу перед департаментом транспорта и дорог о том, чтобы они просмотрели, и готовились к тому, что нужно эту дорогу забрать в муниципалитет и отремонтировать ее, и поддерживать в нормативном состоянии. Сейчас в районе Мацеста не менее пяти известных туробъектов. Вскоре могут появиться новые, исторические и природные. Их предлагается объединить в один туристический кластер. Чтобы раскрутить вообще этот кластер, его нужно объединить. Город близко, собрали вот три, четыре, может пять объектов. Закольцевать. Мацеста-Лэн. По мнению главы Сочи, это поможет росту их популярности. С ним согласны и представители самих туробъектов. И это актуально для Сочи, как для круглогодичного курорта. Почти все достопримечательности открыты и в межсезонье. Вообще удобнее и значит привлекательнее для туристов должны стать все рекреационные зоны. Это относится и к территории вокруг бальнеологического комплекса Мацеста. Наступает бархатный сезон, за ним межсезонье – лучшее время для долгих оздоровительных прогулок. И условия для них нужно создавать уже сейчас. Ну и к другим новостям. В Сочи в аптеке выявлена незаконная продажа сильнодействующих лекарств. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Сочинского ОВД выявлен факт реализации без рецепта и с грубым нарушением лицензионных требований сильнодействующих лекарств. В ходе осмотра аптеки полицейскими изъято почти 15 тысяч таблеток и более тысячи флаконов различных сильнодействующих препаратов. Ими провизоры торговали без лицензии. Кроме того, при проверке были установлены нарушения предметно-количественного учета подобных препаратов. В отношении юридического лица и директора аптеки были составлены административные протоколы. Вино в ящике для инструментов пытался перевести через границу житель Московской области. Подозрительную нишу в автомобиле инспекторы заметили во время таможенного осмотра. В багажнике под тканью в ящике для инструментов находился тайник. В нем были спрятаны 26 бутылок вина популярных абхазских марок. Чтобы бутылки не просматривались, сверху на них были уложены инструменты и личные вещи. Также в багажнике в спортивной сумке обнаружены еще 24 бутылки пива без акцизных марок. Общее количество незаконного алкоголя – 50 бутылок. Это 29,5 литров. По словам водителя, он вез спиртное для личного употребления. Мужчина знал о нормах ввоза алкоголя, поэтому и решил скрыть его от таможни. Товар и автомобиль изъяты. Возбуждены два дела об административных правонарушениях. Подготовка школ к новому учебному году сегодня стала основной темой на краевом часе контроля. Вениамин Кондратьев провел совещание, в котором приняли участие вице-губернаторы, руководители краевых ведомств, а также по видеосвязи главы муниципалитетов. Через четыре дня образовательные учреждения региона откроют свои двери, однако не везде отремонтированы спортивные залы. На эти цели было предусмотрено около 75 миллионов рублей федеральных и краевых денег. В списке двоечников «Горячий ключ», «Армавир», «Ейский», «Темрюкский» и «Лобинский» районы. Ситуацию с отставанием сроков глава региона назвал недопустимой и поручил завершить все ремонтные работы до конца октября. На совещании речь также зашла и о тех учебных заведениях, где и вовсе нет залов для занятий спортом. Наши объяснения, я уже не раз говорил, они никому не нужны. Там, где спортзалов в школах нет, мы еще три года назад договорили, что они должны быть и деньги на это. Я дал поручение в бюджете предусмотреть. И предусмотрели. Но спортзалов так до сих пор и нет в некоторых школах. Куда годится, 50 лет ждали, и ученики, которые уже родителями стали, родителями стали, а спортзалов до сих пор нет. Дайте алгоритм, график, чтобы у меня было понимание и у родителей было понимание. Когда все-таки спортзал в этой школе появится? Два года на целом на реализацию этой программы. Два года. Проблема отсутствия спортивных залов в школах должна быть закрыта в течение двух лет. Краевому министерству образования Вениамин Кондратьев поручил разработать график строительства объектов на территории края. Миллиард рублей на малобюджетные спортивные комплексы и центры едиоборств на строительство объектов со следующего года на Кубани предусмотрят обязательное финансирование. Об этом губернатор рассказал на встрече со спортсменами, которые представляют Краснодарский край. С победителями международных соревнований Вениамин Кондратьев пообщался в неформальной обстановке. Поговорить успели не только о проблемах, но и о приятных изменениях, которые ждут спортсменов. Уже с гравировкой идут, то есть имя и фамилия не сотрутся. И точно навсегда останутся в летописи побед кубанских спортсменов. Виктор Милантьев показывает золотую медаль, которую два дня назад привез к чемпионату мира по гребле. В небольшом венгерском городке Сегет он и еще один наш земляк Павел Петров стали лучшими. В составе четверки на каное кубанские атлеты первыми пришли к финишу, оставив позади на дистанции 500 метров соперников из Германии и Белоруссии. После победы на чемпионате мира у гребца Милантьева на носу уже следующие старты. Буквально день перерыва Виктор нашел, чтобы прилететь в Краснодар специально на торжественный прием губернатора. В большом зале администрации собрались не только именитые атлеты, но и молодые таланты. Вот скромно в ожидании начала сидит Степан Маринян, победитель вторых европейских игр по греко-римской борьбе. Рукопожатием губернатор поприветствовал всех присутствующих. Собрать спортсменов вместе планировали на день физкультурника, но с такой профессией миссия почти невыполнима. Одни на сборах, другие на соревнованиях. И даже сейчас список приглашенных мог быть еще шире. Говорили, конечно, не только о недавно завоеванных наградах, но и о проблемах в отрасли. Особое внимание тренировочному процессу для качественной подготовки нужна современная инфраструктура. Мы южный край. Давайте посмотрим на те виды спорта, которые нам уже принесли Пьедестал. Футбол, гонбол. То есть это такой вид спорта, который легендарный отчасти. Которые максимально на Кубани культивировались и дали результат. И дают результат. Гребля, батут. То есть вот гребля, мы же очень по климату комфортный регион для занятия греблей. Поэтому давайте посмотрим на, скажем так, золотые наши виды спорта. Золотые, которые на самом деле подтвердили то, что их нужно продолжать максимально развивать. А значит, в них нужно вкладываться. Посмотрите, их оснащение, этих школ. На самом деле, насколько сегодня, в чем они плавают. Моя первая лодка еще жива. Вот о чем мы говорим. Она, конечно, сейчас может быть легендарной считаться, как бы и фортовой. Но, тем не менее, может все-таки пора заменять их. В Краснодарском крае сейчас представлено были 200 спортивных направлений. Из них самых популярных и, что называется, забивных – 38. На Кубани за последние годы удалось создать полноценную систему развития спорта. На сегодняшний день у нас 269 детских спортивных школ, школ Олимпийского резерва и центров спортивной подготовки. Такого количества спортивных учреждений нет, поверьте мне, ни в одном субъекте Российской Федерации. 7 миллиардов рублей из регионального бюджета выделяется на вообще развитие физической культуры и спорта и строительство объектов спортивно-материальной базы. Но в этих цифрах не только спорт высоких достижений, но и развитие массовой физкультуры. Места для занятий должны быть в шаговой доступности, уверен губернатор. На строительство малобюджетных спортивных комплексов и центров единоборств со следующего года начнут выделять 1 миллиард рублей. Причем речь не столько о крупных городах, а о небольших поселках и станицах. Тот же самый Виктор Милантьев, восьмикратный чемпион мира погребли на каное, вырос в станице Брюховецкой. И такие примеры успеха, как допинг для молодых ребят. Вы такие, которые в спортивной карьере максимально добиваетесь высот спортивных, но давайте это сделаем и в целом для того, что рядом. Пусть они не добьются спортивных высот, возможности заниматься спортом, точно мы с вами сможем такую им возможность дать. Только от нас зависит, какой будет спорт. И массовый спорт, в том числе, в нашем регионе. Только от нас. И от нас, и от моих коллег, и от вас. От вашей активности, от вашего созидания, от вашей неугомонности. Будущее. Вот ради чего мы все с вами сегодня все сделаем. Встреча со спортсменами завершилась символично, а как и на любых соревнованиях, в конце награждение. Кроме почетных грамот и благодарности, два кубанских атлета из рук губернатора получили удостоверение заслуженных мастеров спорта России. И еще одно приятное решение. По поручению Вениамина Кондратьева, краевые премии за призовые места на Олимпийских играх будут увеличены. За золото до трех миллионов рублей. Приятные выплаты получат и те, кто занял второе и третье места. Также вырастут и пожизненные ежемесячные стипендии для призеров, игр и их тренеров. За победу 30 тысяч рублей. За серебро и бронзу 25 и 20 тысяч соответственно. С учетом Олимпиады в Токио в следующем году это станет хорошей мотивацией. В Сочи состоялось очередное совещание по развитию поселка Дагомыс. В городе создана рабочая группа по этому вопросу под председательством депутата Госдумы Константина Затулина. Рабочую группу с участием общественности, городских властей и депутатов создали в апреле. Жители Дагомыса неоднократно обращались в приемную депутата Затулина, акцентируя внимание на строительстве в поселке жилых комплексов. Их уже шесть, на очереди еще два. Население за счет новых жильцов резко вырастет. А потому важно, считают члены рабочей группы, наряду с многоэтажками возводить и социальную инфраструктуру, школы и детсады, а также новые коммунальные сети. Иными словами, вести не точечную, а комплексную застройку. Застройщики, они порождают проблемы не только парковки, но и мест в детских садах для жильцов своего комплекса, мест в школе для жильцов своего комплекса. Уж не говоря о том, что они не решают какие проблемы из прежде бывших в Дагомысе для всех остальных, кто уже там живет. Они просто снимают прибыль ко всем остальным застройщикам. Мы постараемся применить такие же претензии или просьбы, чтобы они поделились, как говорится, с Дагомысом, ради решения проблем, которые они сами же и порождают. На начальном этапе застройщики брали на себя публичные обязательства по обустройству необходимой инфраструктуры. Теперь задача властей добиться их исполнения. Представители застройщиков, в свою очередь, высказали готовность вкладываться в социальную инфраструктуру. В их планах, в частности, работа над возведением школы, детсада и центра для детей с аутизмом, создание новых сетей водоотведения. По развитию социальной инфраструктуры Дагомыса, отметил Затурин, будет создан рабочий документ, который систематизирует потребности поселка и обязательства застройщиков. Он поможет наметить пути решения существующих сегодня в Дагомысе проблем. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 30 августа в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 26, 28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 26. Ну все школы Сочи готовы к отопительному сезону на 99%. Такую оценку дают специалисты Сочи Теплоэнерго. В канун начала нового учебного года во всех образовательных учреждениях курорта, а их 133, завершаются гидравлические испытания трубопроводов. Съемочная группа побывала на одном из объектов в новом корпусе 15-й гимназии. Промывка, опрессовка, проверка герметичности, гидравлические испытания систем летом – залог бесперебойной подачи тепла и горячей воды в отопительный сезон. В преддверии нового учебного года глава Сочи Анатолий Пахомов поручил специалистам проверить трубопроводы всех без исключения школ и детских садов курорта. Муниципальные учреждения образования уже подготовлены на 99%. Вот это один из последних объектов, который готовится. То есть в ближайшие дни уже объекты муниципального образования города Сочи, как и объекты социальной сферы, в принципе, все в городе Сочи будут готовы уже на 100%. На данный момент опрессовку и промывку систем теплоснабжения прошли все 133 образовательных организаций Сочи. Новый корпус 15-й гимназии на Макаренко оставили напоследок. Нареканий специалисты не обнаружили. Отмечу, в теплопункте установили ультрасовременное энергосберегающее оборудование, а сама система работает по закрытой схеме. Это значит, что расход ресурсов уменьшается в разы. Сегодня мы посмотрели новую котельную. Там, конечно, вряд ли будут какие-то. Но если возможны какие-то дефекты при монтаже, ну это будет устремлено. А те котельные, которые уже достаточно долго работают, там, конечно, могут быть и порывы. И поэтому вот это время, значит, еще есть возможность, пока погода нормальная, подготовиться полностью и все дефекты устранить. До 1 сентября специалисты обязуются устранить любые недочеты. Но уже сегодня, по словам сотрудников Сочи Теплоэнерго, к отопительному сезону, который стартует 15 ноября, готовы все социальные объекты города. В общей сложности их на курорте 182. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Как спасти человека и сделать это правильно? Спасатели МЧС провели показательную тренировку для отдыхающих в санатории имени Симашко детей. Недалеко от береговой полосы из катера спасатели Лаосского подразделения продемонстрировали методы спасения утопающего на воде. Сотрудники показали детям и такой распространенный способ спасения, как использование круга. Прийти на помощь утопающему может и собака. Кинологический расчет показал как. После окончания вводной части тренировки медик-отряда на роботе-тренажере показал ребятам порядок сердечно-легочной реанимации. Важно подложить пострадавшему под плечи плотный валик. Частота надавливания на грудную клетку 30 раз, затем два вдоха и так по кругу. В завершение урока безопасности дети пообещали спасателям соблюдать правила поведения на воде. Православные сегодня отмечают ореховый спас. Пас этот день приурочен к перенесению нерукотворного образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь. Образ Христа есть на многих иконах, но главной считается спас нерукотворный. Эта святыня сейчас путешествует по городам России. В Сочи престольный праздник сегодня отмечает храм нерукотворного образа Христа Спасителя, который находится в Амеретинской низменности. На службу приехало все духовенство Сочи и сотни прихожан. Божественную литургию провел епископ сочинский Туапсинский Герман. Православные летом отмечают три спаса. Первый медовый отмечается 14 августа, 19 яблочный, сегодня третий спас. И у него есть три названия – нерукотворный, ореховый и хлебный. В это время завершается жатва и начинается сбор орехов. У верующих есть свои традиции в этот праздник. Большие праздники для нашей семьи – медовый, яблочный, ореховый спас. Обязательно покупаем свежий мед, свежие яблоки, орехи, освящаем их в храме. Сегодня же, конечно, не могли пропустить, обязательно пришли сюда всей семьей. Я готовлю этот инжир с лимонами и с орехами. Орехи можно класть любые. Я кладу фундук и другие можно. Кто как и желает, им очень вкусно получается. Здесь у нас угощение для прихожан. Делаем солянку, у меня это мясо, сюда будем добавлять орехи. Солянку, в которую добавлены орехи, приготовили на территории храма в больших котлах. По окончанию службы гоститься ею смогли все прихожане. Сочинский симфонический оркестр открывает новый концертный сезон. 30 августа вместе с местными музыкантами на сцену Зимнего театра выйдет пианист с мировым именем Алексей Володин. Сегодня программу концертного сезона 2019-2020 озвучил худрук симфонического оркестра Антон Лубченко. Всего в новом концертном сезоне с августа по июнь запланировано 13 выступлений оркестра. В каждом солистами выступят выдающиеся музыканты. В целом, Сочинский симфонический оркестр продолжает цикл концертных программ русской симфонической музыки. Первый концерт 30 августа откроет Алексей Володин, один из самых ярких представителей русской фортепианной школы. Вместе с сочинскими музыкантами он исполнит произведения Чайковского, Мусоргского, Метнера. Также гостями Сочи и Зимнего театра станут известные скрипачи, виолончелисты, оперные певцы. Программы выстроены так, отмечает Лубченко, что ни одно сочинение не повторится. Впервые оркестр представит два крупных симфонических сочинения Рахманинова, включая сложнейшие симфонические танцы, симфонии Скрябина и Стравинского. Под Новый год жителям и гостям города представят оперу Иоланта Петрачайковского в концертном исполнении. Есть еще два фестиваля, в которые мы обязательно, в этом сезоне есть уже договоренности, что мы станем полноправными участниками. Это зимний фестиваль искусств Юрия Абрамовича Башмета, в котором оркестр тоже никогда не принимал участие в своем полном составе. У нас будут ряд программ в рамках этого фестиваля. И это фестиваль Игоря Михайловича Бутмана, Бутман Джаз Фестивал, который тоже не так давно закончится. В следующем году мы тоже дадим один или два концерта. Антон Лубченко художественным руководителем оркестра назначен в 2017 году. Именно с этого момента, утверждает и руководство Сочи, в творческой жизни коллектива началась новая история. С успехом идут все концерты у нас на родной земле. С тем же успехом сейчас он интегрировал этот оркестр в работу Сириуса. В Сириусе выступают практически мировые звезды, почти всегда мирового уровня люди. Но теперь и у нас. Да, а теперь они выступают и у нас. И произошло такое хорошее, сибиотическое наполнение культурной жизни города. Сочинский симфонический оркестр – единственный в стране, который имеет статус муниципального. К слову, в этом году муниципалитет увеличил финансирование оркестра. В том числе и благодаря этому филармония может приглашать в Сочи именитых музыкантов. Ну а так как программа нового концертного сезона уже известна, продажу билетов планируется открыть на год вперед. В Сочи завершился групповой этап Кубка мира по хоккею «Сириус». Определились полуфинальные пары, а также команды, которые поспорят за пятое и седьмое места. В группе А действующий обладатель трофея Лока заработал 9 очков из 9 возможных, одержав 3 победы подряд. Второе место заняла сборная Лиги канадской провинции Альберта с 6 очками в активе. У шведского Мода 2 балла, а швейцарский Давос замкнул квартет с одним очком. Финский Керпят с тремя победами в основное время возглавил группу Б. Австрийский Рэдбул набрал 3 очка, но занял второе место благодаря разнице заброшенных и пропущенных шайб. Сборная Североамериканской хоккейной лиги осталась третьей, а чешский Ацелларжио Тршинец стал четвертым. Полуфинальные матчи состоятся в пятницу в 15-19 часов. Российский Лока сыграет с австрийским Рэдбулом. 250 гимнасток вступили в борьбу за медали Сочинской волны. Сегодня первый день турнира по художественной гимнастике. Турнир «Сочинская волна» на Кубок главы города проводится уже 10-й год. Соревнования ежегодно собирают лучших спортсменок курорта. Турнир открыт, и поэтому за его медали борются гимнастки из других городов. Всего порядка 250 девушек. На этот раз это Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Чехов. Сочинская волна проходит на федеральной базе «Югспорт». По словам тренеров, участвовать в состязаниях на таких площадках крайне полезно для роста спортсменок. Мы очень рады, что нам удается каждый год проводить соревнования именно здесь, потому что девочкам нужен опыт именно такого зала, чтобы мы могли выезжать на другие соревнования. И детям было не страшно выступать в больших залах, с большими потолками, на правильном ковре, с помостом. Соревнуются спортсменки как в индивидуальных, так и групповых упражнениях. Поболеть за гимнасток можно будет и завтра. Вход на турнир свободный. Добавлю, что организатор состязаний – вторая городская спортшкола Олимпийского резерва. Для ее воспитанниц «Сочинская волна» – это отборочный этап для участия во всероссийских соревнованиях «Юный гимнаст». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. Ну а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.